Девушки отдыхают Девушки отдыхают Звонила мне вчера подруга Говорит Викуся Вчера Макс на твое место нашел Какую-то молоденькую выскочку А я не поверила Думала, что шутка Да? Комедия вума Оказалось, не шутка Ты всерьез думаешь, что сможешь меня заменить? Не важно, что я думаю Важно, что думает режиссер? Ты кто такая, коза драная? Какая-то официантка? Детсадовская нянечка? Продавщица пивного ларька? Это ты своей прежней профессии перечисляешь? Вали отсюда, пока цела Я тебя в порошок... Нет, 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 нет Нет, ты сразу кидай Сразу, сразу Вот, видишь Вали отсюда Да, нет, ты сначала кидаешь И потом только вали отсюда Вали Она тебя оскорбила Вот она посмела тебя оскорбить Понимаешь? Да, понимаю Ошибки есть у обеих Не бывает так, что одна играет идеально хорошо Вторая идеально плохо Потому что если у кого-то есть ошибка От этой ошибки идут всякие... Уже в голове меняются предлагаемые обстоятельства Уже сложнее вжиться в ту эмоцию, которую ты должен показать Ну и еще плюс тот фактор, что эмоции достаточно сложно показывать каждый раз Каждый раз, из раза в раз То есть, ну, мы же пока не до конца актеры Мы привыкли в жизни один раз пережить эмоцию, да, вот в тот момент И все А тут нужно ее каждый раз Первый, второй, третий, четвертый, пятый Заново, от начала до конца Всю линию твоего персонажа пережить И поэтому, соответственно, есть всегда какие-то недочеты Плюс мы видим картину актера Одним образом мы как-то видим Одним образом мы наезды, например, вот которые были в нашей сцене Еще что-то Наши режиссеры, они, возможно, видят как-то это по-другому Вот, возможно, как-то со смехом Может быть, где-то так, где-то сяк Даже сейчас вот доделываются какие-то малюсенькие фразы Вот какая-то малюсенькая эмоция Буквально на два слова А меняется абсолютно весь смысл Ты кто такая? Какая-то официантка? Детсадовская нянечка? Продавщица пивного ларька? Смотри, вот ты сейчас начинаешь взрываться, да? Ты начинаешь козадра, но еще после слов Ты говоришь Не важно, что я думаю, важно, что То есть понимаешь, понимаешь вот это Именно вот эта отправная точка, после которой она взрывается Как ты должна правильно до нее Так и должна сказать То, что ее внутреннее состояние приходит к этому взрыву Ну, не я же, ты извини меня, пожалуйста, не я же решил, а режиссер-то хочет, как бы, ну Не важно, что я думаю Важно, что думает режиссер Ты кто такая? Какая-то официантка? Детсадовская нянечка? Продавщица пивного ларька? Это ты свои прежние профессии перечисляешь? Да, взрыв Бори отсюда, пока цела Я тебя в порошок сотру Смотри, Жень, давай, давай Ты что, думаешь, ты сможешь заменить меня? Ну, не важно, что я думаю Важно, что думает режиссер Да кто ты такая, коза драная? Я дальше текста не помню, да плевать мне! Ты, нянечка! Я здесь развернулась, да кто ты такая, коза драная? Я даже воздуха не набрала У тебя, смотри У тебя не было ни приступа гнева, ничего У тебя еще и монолог идет, внутренний потерь здесь идет Чуть-чуть такая Подружка сказала, Макс, Макс Это ты все играешь? Ты к режиссеру обращаешься, Макс То есть вообще на ты с ним То, что Макс на твое место подобрал другую артистку Ну, какую-то выскочку, да? И идешь дальше такая И вот она тут Она какие-то шутки такие беспонтовые вообще там Ну ты, комедий вумен Очень смешно, да? Ну ты что-то дальше продолжаешь там говорить И тут, ну, не важно, что я думаю Ведь так режиссер решил Режиссер Макс, блин, решил! С которым ты, я не знаю, куда там Я в кафе вот кушали недавно сегодня, поссорились Я не знаю, другая ему, видите ли, понравилась Все, ты больше не Примадонна, понимаешь Этого заведения, все Плюс сцены в том, что там может отражаться то, что в тебе в принципе есть Но в жизни ты это заглушаешь В каждом из нас есть хорошая половина Положительная и отрицательная Грамотный человек будет отрицательной Не показывать всем, держать себе Чтобы, ну, не навредить близким людям А здесь сцена, это образ, где можно Это место, где можно проявить этот отрицательный образ Без вреда для твоих близких И, наоборот, с пользой С вкладом в искусство даже Ну, я стараюсь все равно сохранять свое вот это состояние внутреннее Той Полины Скромной И такой неуверенной в себе девочке Но каждый раз все равно Немножко что-то делаешь по-другому Викуся Вчера Макс На свое место поставил какую-то молоденькую выскочку А я не поверила, а думала, что шутка Камедилова А оказалось не шутка Ты вправду думаешь, что сможешь меня заменить? Не важно, что я думаю Важно Что думает режиссер? Ты кто такая, коза драная? Детсадовская нянечка? Продавщица пивного ларька? Это ты свои прежние профессии перечисляешь? Вали отсюда, пока цела Я тебя в порошок сотру Разве ты не должна бы сейчас смотреть? Красиво На пробах Это же твой последний шанс Это не твое дело Выступать на сцене мечта многих Но в театре огромное количество людей остается за кадром Звукорежиссеры, светооператоры, художники по костюмам, гримам, реквизиторы, декораторы И о том, какие декорации будут использоваться в мюзикле «Жемчужина» Мы поговорим с художником Анной Мокровой Итак, вот в принципе сцена Ну, понятно Здесь изображен второй ярус Вот кулисы В принципе, они не будут никак больше использоваться Кроме как для того, чтобы заряжаться актером Подготавливать реквизит Различные предметы антуражи И вот Здесь на наших боковых стенах Натянута ткань, белый бифлекс Это делается для того, чтобы можно было проецировать различные ролики Перейдем ко второму ярусу В спектакле есть сцена, в которой главные герои прогуливаются по городу Чупаксары Ну, есть всем известное место Это мост на заливе Вот сюда нужно придумать каким-то образом перилку Которая будет похожа на... Перилы этого моста Да, на перилы этого моста Предположим, на этой стороне будет стоять и встречать всех в проекции Мать наша с распростертыми объятиями А на этой стороне будет Чувашский драматический театр Ну, чтобы всем было понятно, что это и есть тот самый мост Очень здорово, что вы хотите сделать все в белом цвете Так как это, в принципе, символично Мюзикл называется «Жемчужина» А также белый цвет, он поглощающий И, то есть, если мы будем проецировать какую-либо картинку, изображение на сцене То белый может растворяться в сцене Таким образом, пространство будет расширяться И все предметы будут просто расплываться именно в новом цвете Кроме всего этого, нам нужен предмет целенаправленной бутафории То есть, зритель, чтобы видел, что это некий такой элемент Немного выбивающийся из общей картины Так что он себя представляет Это предмет, который посредством трансформации вообще на сцене Собирается словно пазл То есть, в течение спектакля Изначально мы видим один кусок какой-то Остальные хаотично на сцене расположены Потом второй присоединяется и третий И, ну, в общем, в итоге это должна быть целостная картина Все сказал, только не сказал, что должно произойти Представляйте себя, точно Чуварское древо должно собраться в конце, символ Его можно сделать как раз вот из трех составляющих Ну, примерно вот так Из трех? Из трех, думаю, будет достаточно И более устойчиво Можно будет, допустим, выполнить из листа фанеры Или же сколотить из каких-нибудь небольших реек или досок Я смотрелся, не обязательно Вот у нас листок, да, вот он вышел Почему он у нас вышел? У нас это должна быть вообще другой частью интерьера Фонарный столб, он раз, перевернулся А у нас с другой стороны это листок, ветка древа, да Два фонарных столба, ну, в качестве бреда, опять же говорю, да Они просто разворачиваются и получается вот такая вот композиция То есть конструкцию на верхнем ярусе я вижу примерно так Мы выполняем из дюралайта каркас нашего свечащегося вот как бы Моста Моста, да Также очень лаконично выполняем саму ограду И, допустим, из крашеного пенопласта или резаного какого-нибудь картона Перекрашиваем все в черный цвет, ну, то есть как и в натуре происходит А пачкать будем пачкать, там же грязные у нас эти заборы Думаю, не стоит И делаем раздержную вот конструкцию древа жизни Древа жизни Древа у тебя, конечно, мало Но я постараюсь Ну, мы в тебя верим Да Участникам телепроекта «Жемчужина» безусловно повезло Ведь специально для них мы организовали особый мастер-класс В «Чебоксары» приехала Наталья Ковалева Доцент кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Давайте же посмотрим, как речь актера связана с его пластикой и движением И вот вы сейчас будете идти по кругу, по большому кругу А вот там будет ваше лобное место, вот здесь, вот тут И вот вы идете по кругу, а вот здесь вы должны какую-то фразу Она должна быть короткой Или, не знаю, может быть не фраза, может быть каких-то три главных слова Может быть одно слово, два Но то, что вам кажется вот самым важным А теперь можно начинать «Устала» «Я люблю вас!» «Я люблю тебя!» «Ах, давай!» «Не это больше!» «Добра!» «Мечта!» «У вас есть...» «Алло!» «Стоп!» «У вас есть задача!» «Она вам поставлена!» «Какая бы она ни была глупая, дурацкая, вы должны ее выполнять!» «Вы это можете делать только здесь!» «Только здесь!» «Только здесь!» «И только развернувшись и отдав!» «А потом встроившись и опять побежав!» «Потому что вот ваше лобное место!» «Ваша площадка!» «Вот!» «И вот там в окошке это должны принять!» «Мечты сбывайтесь!» «И дальше в круг!» «Находите себе место!» «Давайте, давайте!» «Не пробегайте мимо возможностей!» «Это возможность...» «Мокрый!» «И там!» «Дальше, дальше!» «Бежим, бежим!» «Любовь!» «Театр!» «Моя машина!» «Да, моя машина! Но она сейчас мне важна!» «Мама сейчас приедет!» «Надежда!» «Отлично! Двое! Это прекрасно! Это лучше, чем один!» «Актер не должен находиться на сцене один!» «И вот бывает так, что актер играет роль, хотя у него рядом с ним играют еще другие актеры, да, какие-то партнеры точнее» «Ну, бывает так, что, к сожалению, он показать себя вот какой я там гениальный, красивый, хороший, умный и вообще такой весь» «Надо чувствовать партнера, играть не на себя, то есть не только на себя, а прежде всего на партнера своего» «То есть чувствовать его и вот как бы сливаться с ним, тогда и поверить, ну, как бы в один организм, и тогда зритель поверит, и тогда не будет вот этой стеклянной стены между зрительным залом и сценой» «Стеклянной стены, она разрушится, тогда будет контакт» «То есть нельзя зрителю просто показывать какой-то, не будет успеха, нужно, чтобы зритель, сидя просто и смотря, и слушая, да, он еще и участвовал, вот тогда будет кайф» «Был такой в театре человек Михаил Чехов, может быть, вы что-нибудь о нем слышали, а если не слышали, то когда-нибудь непременно услышите, как только вы начнете заниматься подробнее театром» «Он работал у Станиславского в Амхате, а потом он разрабатывал свою собственную технику актерскую, она так и называется, техника Михаила Чехова» И вот на основе этой техники мы сейчас вот поделаем какие-то упражнения, которые вам потом помогут как-то подойти к вашему персонажу Есть thinking, feeling, willing, что я сказала? Мышление, чувство и воля, да? И в каждом человеке что-то преобладает Если у человека все три центра абсолютно одинаково работают, то это очень гармоничный человек Но, как правило, один человек больше думает, думающий, другой человек больше чувствующий, третий больше волеющий И это очень сообразуется с персонажами пьес Если вы подумаете сейчас, например, о Гамлете, он какой? Он кто? Он thinking, да? А если вы вспомните, Ромео, он какой? Он feeling сплошной, да? А если вы подумаете о Джульетте? Она willing, да Но при этом у нее еще есть и это, и это Вот для меня она очень гармоничный персонаж У нее все три центра, да? Но очень сильный у нее всегда волевой посыл Вот мы сейчас будем ходить и что-то делать И вот эти три центра мы попытаемся исследовать Потому что Михаил Чехов, он говорил Что не только об этих центрах, но и о том качестве Которое в этих центрах находится Ну, например, одно дело, что если у меня вот здесь бабочка Вот здесь у меня бабочка, и я хожу с этой бабочкой Не на лбу, а там, где у меня thinking, да? Где у меня мышление У меня там бабочки И как я хожу? От этого меняется походка, от этого меняется голос От этого меняется вообще существование, да? Пластическое какое-то существование в пространстве А если у меня здесь кусок льда Здесь у нас большой, тяжелый, гладкий камень Все, пошли, не стоим С этим камнем люди живут Но как меняется моя пластика? Не приставайте Сейчас это исследование направлено у каждого на себя От склонности наших движений зависит наш звук И ее упражнения очень помогали освобождать звук Тот, который зарождается изнутри А теперь у вас филинг И это вот, очень легкие бабочки там летают Их много так, бабочек Это все вот здесь Легкие бабочки Не стоим, о чем думаем? О чем думаем? При этом разговариваем, рассказываем стихотворения О господи, как хорошо жить А теперь у вас в груди острый нож И он холодный Острый нож, и он холодный А при этом вы филинь Это чувство Только это очень острый, холодный нож Разговаривайте, разговаривайте Мне важно, чтобы вы понимали, что меняется Как темпо-ритм речи меняется Тебя схватило, и внутри тебя ножи И ты вот ходишь и готов все И всех просто сносить и разносить на своем пути Это нам больше всего, наверное, понравилось Для меня что-то новое открывается все больше и больше А теперь у вас в трех Во всех трех центрах по тяжелому, острому камню Тяжелые, острые камни Везде В каждом центре Все, что я был Вот сейчас вот так Снимите вниз И выйдите из этого Костюма И посмотрите на этот костюм Это был прекрасный костюм Я прекрасно в нем прожила Их было много разных костюмов Мы прекрасно в них жили А вот мы возвращаемся, да В свою жизнь Талия Ковалева моя богиня просто Вот честное слово Она такая прекрасная Она так хорошо себя держит И голос у нее очень приятный И все вот эти упражнения И все вот эти упражнения Они не выглядят глупыми Они реально такие серьезные Хочется пожелать ребятам и всем, кто в этом мюзикле будет занят И организационно, и те, кто будет его одевать, и те, кто будет делать декорации и прочее, прочее Пожелать вот этого радости сотворчества И чтобы все получалось так, как хочется Потому что знаю, как всегда труден этот процесс Ты видишь все внутри себя Ты знаешь, как это должно быть А вот эти кубики собрать все вместе И построить эту пирамидку Очень непросто Вот я желаю, чтобы пирамидка сложилась Актерами мюзикла «Жемчужина» стали 9 ребят, которые прошли наш кастинг Но кроме них постановки примут участие Актер камерного театра Денис Полторацкий, который сыграет режиссера И танцевальный коллектив «Рондо» Хореографические зарисовки добавят нашему мюзиклу шарм и зрелищности Ножка Раз, два, три Ногу подняли Правая, левая Рон, пол И туда вот ручка Ну, вообще у меня 10 лет занятий в хореографии От контемпа, модерна, джаза, хип-хопа Я это все умею И за свою жизнь я уже ездил и в Челябинске, Екатеринбург, Крым, Керчь, Симферополь Как бы катался по фестивалям всего Божем занимал там награды разные есть Ну, я больше занимал не в сольных номерах А, как сказать Ой, в коллективном То есть 9-7 человек, 5-3 в двое Когда как Так, а когда мы уже начали здесь репетировать, заниматься Разрабатывать сценарий Непонятно, почему тут должен быть хип-хоп Но он как бы тут не уместен маленько И решили, что возможно будет контемп Одной поздней ночью, когда мы общались Так, где бы нам контемп найти-то? Ну, я могу Можешь? Могу Давай! Все, ну, как бы так все просто Но вроде ребятам пока нравится Они справляются, меня это радует Я пришел на первое занятие И смотрю, на нем стоит Рома и всеми командует Вот Я сначала не понял, что происходит Но потом мне объяснили, что он наш новый хореограф Вот И он начал нас так гонять, что вообще Мы прям там все Первое время очень было тяжело Растяжки все были очень жестокие для человека Который ни разу, ну, этим особо не занимался никогда Было очень тяжело поначалу А потом классно было Правая, левая, перекат Да-да-да-да-да-да Ну и тут вы дальше все умеешь У нас есть множество движений, которые мы проделываем буквально катаясь по полу И во время таких движений ноги реально стираются, ну, практически в кровь Также очень много всяких синяков Очень много растяжений Еще что-то Потому что танцуем мы все равно не каждый день в обычной жизни А здесь мюзикл обязывает И теперь мы должны вот такими усиленными тренировками Перевести все в норму И в нужном темпе показать самый лучший результат Раз, два, подождите Три, четыре, пять, шесть, семь, поворот Восемь, шаг, шаг, ронд Да, мне очень нравятся вот эти вот плавные движения Мне кажется, это так, ну, нежно, красиво и выглядит хорошо Получается, подготовка, ну, у ребят слабенькая Хотя даже в стиле контемпа Может быть, по хип-хоп еще более-менее И каких-то сложных номеров я не могу с ними поставить Без обид Вот, поэтому я хочу просто стилизовать их движения Под текст, рассказываемый в песне Это довольно-таки будет, ну, несложные движения И по ним понятно, о чем поется в песне Это наш город вокруг Япла Я пою хорошо, но потом Вот, да, и мы как раз тут вот замедляем Это наш город, я хочу потом вот это Вокруг, оглянись, милый, три раза делаем Мы уходим вниз и вот это Оглянись, милый друг, смотри В принципе, скажу, хореография со стороны И вообще не такая уж и сложная Но дело в том, что моя растяжка ушла в минус Я никогда не занималась растяжкой То есть, ладно, в детстве, там, лет пять или четыре годика Я делала колечко, ногами до головы доставала Но это было в детстве А сейчас я вообще ничего не могу Я не могу задрать ногу нормально И меня это очень напрягает Я серьезно очень переживаю, что из-за меня Все просто может сорваться Потому что я тяжело запоминаю движения И повторять их мне тяжело Я путаюсь в ногах Как-то ни странно, мне стыдно, если честно, за это Что такое? Я тянусь с правой рукой Когда ты такое думала? Вот Я тянусь с правой рукой Ну это ты только что так решила, правильно? Ну это не так Я тебя поздравляю Ты сейчас будешь делать по-другому Он очень отзывчивый И когда у него, ну, вот что-то у меня не получается Я подхожу к нему, сразу спрашиваю Он такой простой, открытый И к нему можно вот прям, прямо спрашивать Даже когда, если он занят, он даже не раздражается Ничего, как обычно у хореографов это бывает Ну, он очень такой, ну, простой, с ним легко И да, я еще должен сам танцевать И не забывать не про себя Ой, не забывать про себя, что я сам косячу бывает, да И еще не забывать про ребят, чтобы где-то смотреть за них И должен выйти и смотреть, как они без меня танцуют А потом так, что-то не хватает А, я же там стоял, точно Забыл, потом туда стоял Ну, в общем, конечно, это сложно Безусловно Ну что, танцы почти готовы? Аранжировка тоже Декорации в мастерской А костюмы? Костюмы у ребят А настроение? Работе А значит, только и остается Пригласить зрителей 28 декабря В Чебоксарский камерный театр На премьеру мюзикла «Жемчужина» В 19.00 Мы ждем тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин